друзья привет я посчитала нужно рассказать то что вы сейчас услышите в общем налейте чаек побудьте со мной привет друзья хожу выхаживаю выхаживаю приветриваются мои дорожки в общем такие новости расстаюсь и со своей красной машинкой она часу механика меняют масло меняют фильтр она на ходу все с ней хорошо она мне прослужила вера и правда полтора года она не таксовала машину я эту продаю посмотрите потом буду брать конечно намного дешевле эконом вариант буду выбирать сегодня завтра кто меня давно смотрит не знала остались и такие подписчики которые давно смотрят может не осталось но это не столь важно знаете как отписались а все равно же поглядывают они все в курсе дела у меня внутри дрожь у меня внутри знаете как как привыкаешь к одной вещи то ну тем более это твоя подружка боевая подружка боевой твой конь я на ней таксовала к сожалению сейчас даже останусь и без работы вообще останусь без ничего прошу хейтеров не радоваться это жизнь все бывает жизни но есть положительный момент я закрою все волнующие меня вопросы не финансового плане плана 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 личности плана отношения к жизни и вообще отношений мы конечно расстроены и люди расстроены и я расстроена но так надо к сожалению когда мы покупали доллар был 28 сейчас 36 в банке 40 в обменнике давайте так 38 среднюю цифру возьмем немножко даже конечно мы и потеряем и я у нее столько вложила и столько я не делала она у меня как часики там немножко нарепит это колпаки сегодня все сделают ничего не будет этого не слышно и не видно заберут с руками и с ногами красненькая механика то мне вчера один парень говорит да интересно девушкой на механике я говорю ну так я не представляю вообще по из себя на автомате пока не представляю может быть возьму себе автомат хотя нет я у меня были первые машины сами знаете с какого мы советского союза все были на механике так что механика на первое время может может быть на первое время чтоб перебиться чтоб не быть без машины возьму какой-то дешевый вариант какого-нибудь ланоса чтобы ездить потому что набита своя клиентура набиты свои люди потому что по-другому но мы никак с удочка не выкрутимся никак не выкрутимся такие новости я думаю все равно надо мне сообщить этих подписчиков потому что будут вопросы нателла почему где ты почему ты без машины у меня в основном видео на машине видео как я вожу удочку на работу ну вот кто долго мне говорил сколько ты можешь ее возить вот не буду возить пока не буду ничего может даже куда-нибудь еще и уеду надеюсь вы это все на моем канале увидите хожу ребята три дня вот так вот три дня хожу даже судя четвертый день хожу выхаживаю потому что все равно небольшой стресс ну это конечно для нас не новости это это и так было понятно просто были еще вложения была надежда что все таки на наладится аль нет аль нет только все хуже хуже и хуже значит надо переходить на эконом вариант ничего страшного какой-нибудь женщине эта машинка еще послужит ой 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 эти ветки господи куда их девать эти ветки и не знаю в общем на тело у разбитого корыта с ветками ну куда ты куда куда ты куда куда ты понес куда ты их тягаешь куда ты их тягаешь ну к сожалению не несу от нас зависит самое что интересно не с кем даже поговорить на эту тему не поговорить не посоветоваться все в себе держу это очень тяжело держать все себе все в себе очень тяжело ничего не ем руки опускаются ничего не хочется это как с любимым человеком расстаться вам честно говорю как с любимым человеком расстаться это вождение это такая любовь моя еще дорога как мне это все пережить я не знаю где мне взять эти силы так привыкла к своей красненькой машинке а теперь будет черненькая или беленькая что-то будет хотя бы не расплакаться я надеюсь все нормальные люди все нормально принимаете надеюсь никто не напишет гадость сочувствовать тоже не надо еще раз хочу повторить все это жизнь просто вы мои друзья вы мои подписчики которые смотрите мой канал если бы было мирное время то об этом даже вопрос бы не стоял даже и не стоял тут другой сейчас вопрос стоит вот это вот все как я буду обрабатывать я не знаю как это все буду обрабатывать у мамы здоровья нет она то открывается то закрывается у люди все хорошо у люди все прекрасно у люди жизнь она я не должна на нее перекладывать свои проблемы я вообще ничего не мой ребенок мне совершенно ничего не должен я должна свои проблемы решать сама потому что у нее жизнь впереди до всего есть и радости естественно мы переживаем вместе хоть у кого-то в семье все хорошо у нее есть работа мне часто писали вот людочку отправить ну если бы не было работы если вот так она сидела на тем более ничего не боится у нее крепкий костяк ее друзей которые тоже здесь люди не бедные здесь остались держат бизнес видите она с ними работает помогает они нам тоже по мы им помогаем они нам помогают просто на крылка пересадить на другую машинку молю богу что мама любого чтобы это получилось и побыстрее чтоб я этот стресс так сильно не 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 переживала сама вам нашла закрою все вопросы и не буду видеть тех людей которые видеть не хочу потому что страница до сих пор не закрыта а вы сами понимаете когда не закончено одно дело второе дело никогда не начнешь единственное что конечно я сейчас я всегда шутил шутила там с подружкой с эстонией со светой иди говорит не хочешь не можешь иди марки клей на почту это такое выражение естественно никуда не пойду я себя найду сто процентов кто еще раз говорю мой канал давно смотрит вы все видели как я и колбасой торговала и кровянку делала и рассказывала и свиней покупала спекуляция занималась так сказать ну это так простыми словами да перекупала свиней и убивали зарезали резчики делали этим тоже конечно заниматься я сейчас не буду для этого необходим транспорт в общем что-нибудь для себя найду я почему это вам все рассказываю а хочу сил набраться хочу почитать ваши комментарии и ощутить что я не я в этой ситуации не одна да вот даже те которые пишут слышишь ты слышишь ты такая ты щекая потому что это жизнь и пускай даже они смотрят нету на улице моей праздника нету нету и когда он будет я не знаю по поводу недвижимости там вчера почитала что я херню милю ребята приедьте сюда купите квартиру поселитесь в Днепре просто вот так вот снимите даже квартиру просто снимите квартиру вы все поймете сколько что почем город переполнен какая дорогая недвижимость очень дорогая откуда они эти цены рисуют я не знаю да транспортные средства конечно подешевели но не намного не намного допустим если машина стоила 8 она будет стоить 7500 если она стоила 30 будет стоить 28 ну а мне еще сколько надо вложить это надо еще людям доверять когда я покупала свою машину красную ребята я же сразу мало того что масло фильтра и агрэм уже пробег был там где надо было с двигателя масло сливать кто тебе правду скажет а правду же не говорят это только все скрывается когда полностью открывается двигатель механика и страховка вот вот заканчивалась неделю на этой страховке страховку покупать надо было колеса покупать надо было на это же все кто тебе правду скажет ну кто правду скажет потом там где газ заправлять было сорвано это самое гнездо куда заправлять надо газ уехала все хорошо два дня поездила приехала заправляться сделали быстро но все же неприятно все же неприятно везде вложения мало ты находишь мне все равно повезло мальчик как обещал что машина как часы так она и есть просто знаете всегда есть нюансы всегда есть нюансы те кто продают машины они в нее не влаживают деньги они поездили год под лампичили косметический салон почистили и до свидания и до свидания а тоже сейчас буду какой-то эконом вариант покупать тоже но я уже опытная пташка я же говорю кто хочет получить опыт вождения такого знаете супер супер ну я еще на курсы быстро езды ходила спортивное вождение мне это очень помогло потом езда в такси тоже очень помогла так это это самое лучше всех вот этих вот учителей которые учат когда вы права получаете села поехала поставлена в такие рамки и едь и едь и едь знаете вот хожу по дому хожу по дому и знаете не могу никуда приткнуться я скрываю свое такое вот состояние я просто вот этот момент когда она от меня отъедет когда ее заберут я просто называя подруга была я говорю собнышка поехали вот этот момент как мне пережить когда ее не станет ну знаете как я я же водитель таксистка я с ней срослась это мои руки это мои ноги это мой кошелек это все мое ну зато будет другой положительный момент который я уже выше озвучила я надеюсь что с начала весны я не говорю про войну ребята потому что война мне кажется будет вечно я говорю про свою жизнь потому что у меня канал как живут три женщины да одни без перспектив на какое-то мужское суда вообще и правильно там ни одна подписчица написала только ваши желания да она совершенно права конечно если бы я хотела тут уже очередь очередь бы стояла а зачем мне вот эти вот все убогие зачем мне эти все убогие мне убогие не надо мне нужен сильный человек а у сильных мужчин они заняты сильными женщинами а слабаки мне не нужны я сама сильная просто трусит все внутри пальцы млеют все млеет сушит постоянно ладони потеют все грустно короче вы же все знаете да как я уставшая не уставшая прямой эфир два ролика в день я не могу камеру поднять я не могу изобразить радость так я не пытаюсь в своем комьюнити легче потому что я знаю что большинство хороших людей и кстати спасибо кто подписался на мой канал вы так очень достойные люди спасибо вам за ваши комментарии я вас вижу в комментариях вы мне пишите извините пожалуйста что сейчас я может быть не отвечаю потому что у меня не до этого я погружена хотя ничего страшного нет все мы продаем машины потом покупаем машины ну просто я в таких рамках я очень жесткие рамки во первых я поставлена во вторых ну сами знаете после такой хорошенькой машинки и пересаживаться на ланос мне очень хочется и ничего страшного я такая что я жугли себе за 500 долларов завтра куплю хоть завтра куплю просто знаете когда есть подруга железная я помню ко мне люди садятся особенно женщины боже мой я так мечтаю о такой машинке какая она красивая вы так хорошо в ней смотритесь люди едут открываются прямо берут мой салон гладят ой какая она хорошенькая маленькая компактная я и на горку на ней залетала и в гололед и в холод и в дождь и в слякоть довозила людей с комфортом разговаривали сейчас я буду лишена конечно этого общения лишена всего слава богу что хоть есть у меня этот канал что я могу с вами я никому не хочу я даже не жалуюсь я просто вам рассказываю еще раз хочу повторить я не буду говорить все подробности все мои постоянные зрители которые смотрят меня очень давно они смотрят они все понимают и все знают почему так и что так я очень много сделала для всех я для всех очень много сделала очень к сожалению для меня никто ничего я и буду продолжать делать многое для всех я буду продолжать потому что я так живу это моя жизнь я из этого состою мне не важно я иначе просто не могу мне надо о ком-то заботиться мне надо делать когда меня просят когда у меня были деньги я отдал и 4 тысячи долларов и 5 и 6 я и теряла я и находила сейчас я поставлена в очень жесткие условия в очень жесткие рамки ладно ребята для чего я это все говорю он плохо мне плохо плохо всего сказать не могу все рассказать не могу где-то есть и моя вина сто процентов надо было сразу ее продать как только доллар подорожал и купить себе какой-то дешевый вариант ну я не могу себе назвать глупым человеком я правда очень сильно старалась ну слава богу что никто не пострадает не и не я только пострадаю морально финансово никто не пострадает морально пострадаю только я все все у меня больше слов нет немножко успокоюсь смотрите мое видео как будут разворачиваться события хотя бы прошло все хорошо и вы наталку видели на новой машинке со стороны так знаете можно подумать а чем она вообще это был мой источник дохода отдушина подруга моя железная подруга мне так друзей нет а это была моя да тихо он сказал поехали да я говорю зайка ну что каждое утро я встаю в 5 утра развожу людей потом приезжаю за Людой везу на работу в полдвенадцатого ночи тоже Людочку забираю кого-то еще могу повезти за деньги естественно могла себе позволить и ногти и волосы ни у кого ничего не просят подписчики мне помогали очень хорошо за что им огромное спасибо донатили мне сейчас я не знаю конечно как я буду ну как-то буду как-то буду так